В Дворце культуры имени Чкалова прошел красивый праздник – Рождественский бал. В этом году он юбилейный, проводится в десятый раз. Организаторов бала и их гостей объединяет трепетное отношение к историческому танцу. Здесь есть свои правила, своя последовательность и свой этикет. Бал традиционно открывается торжественным шествием – полонезом. В программе мероприятия и другие танцы, ставшие уже классическими – «Падеграс», «Мазурка». Перед каждым из них руководитель коллектива «Ретро» Любовь Терентьева рассказывает об их истории. Мы сейчас будем танцевать вальс «Эль Кассес», который еще называется вальсом святого Бернара. Это католическое священие, которое тоже внес свою репту в историю бального танца. В этом году с юбилейным балом на Чкаловской совпадает еще одна дата. Клуб «Ретро» отмечает десятилетие со дня своего создания. В нем занимаются настоящие энтузиасты, увлеченные бальным танцем. Коллектив – неоднократный лауреат областных конкурсов, постоянно выступает во многих клубах Подмосковья, а для щелковских учреждений культуры он обязательный участник всех торжественных мероприятий. У нас традиции возвращаются к Петровской эпохе. Это просто прекрасно. И что благодарны мы, Любовь Яковлевне, что она вот держит такой коллектив, понимаете. И уже где-то к 80-ти годам многим. И смотрите, какая лёгкость, какая пресс, какая одухтворенность в исполнении танцев. Вот в последнее время меня всё время спрашивают, вы подбирали, наверное, их всех? Я говорю, нет. Приходили в 70 лет, у меня есть, которым уже за 80. Приходили все, кто хотел. Вот труд их, настойчивость их, ну и моё, так сказать, старание. Праздник танцева Дворца культуры на Чкаловской, как всегда, получился красивым и душевным. Коллектив «Ретро» и его руководитель за многолетний труд в сфере культуры и в связи с юбилейной датой были отмечены благодарственным письмом. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова